Едем в Бахчисарай, слушаем фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство Крым. Симферополь. 1966 год. Средневековая Таврика. Крымская Готия. По Караби, Демирджи и Чатердагу. Подъем на обширное Нагорье Караби возможен с разных сторон, но удобнее всего подниматься по его северным склонам. Дорогами к метеостанции на Яйле от села Межгорье, бывший Баксан, или из города Белогорска. Поднимаясь, вы несколько раз встретите упомянутый развальный древних стен, которые стоят поперек узких отрогов между люсистыми и отрывистыми оврагами. Пройдя по Караби-Яйле километра 3 на юго-восток от метеостанции, вы попадете на перевал Чиги-Нитра. Сюда же можно попасть от перевала Кокосан, что на дороге Белогорск-Приветное, по лесистому ущелью, где протекает речка Тунас. Восточный спуск Чиги-Нитр ведет с Яйлы в приморские села Приветное, бывшие Ускут и Рыбачьи, бывшие Туак. По западному спуску вьется тропа, проложенная пастухами мимо пещеры Фун, она же Туакская. В ней найдены кости, керамика, орудия эпохи бронзы и времени раннего железа, наряду со следами раннего средневековья. Оба спуска к морю перегорожены стенами толщиной до 2 метров 80 сантиметров. Из дикарного камня, которые и сегодня выглядят внушительными. Длина стен Чиги-Нитры около 2 километров. За Чиги-Нитрой к западу тянутся неприступные обрывы, под которыми от подножия скал к морю расстилаются широкая полоса холмистой плодородной земли, изрезанной ручьями и речками, покрытой садами, виноградниками и возделанными полями, а местами низкорослым лесом. Юго-западный отрок Караби венчает двуглавая гора Тай-Хоба и узкий гребень хребта Каратау. Последний разрезан узкой щелью, через которую проходит дорога Белогорск-метеостанция, село Генеральское, бывшая Улу-Узень. Проходы между вершинами Тай-Хоба и Каратау перегорожены стенами, подобными Чиги-Нитринским. По гребню Каратау тянется от обрыва к обрыву такая же, только более длинная стена. Западный конец ее спускается к верховью реки Суат и к перевалу Таш-Хабах, каменный замок. Пройдя над рекой, стена упирается в большой, похожий на башню, скалистый выступ. Отсюда просматривается верхнее течение Суата, виден восточный конец горы Долгой. Справа хребет Орта-Сырт, гора Явонташ и другие возвышенности, покрытые густым лесом. За ними виднеется часть Долгоруковского Нагорья, сзади которого прячется долина Салгира и выступает синий четвердак. С этого же места, если поглядеть севернее, видны белые скалы над Баксанским ущельем. В них чернеют гроты, служившие людям жильем в период раннего Средневековья, а в наши дни дававшие приют пастухам, охотникам и партизанам двух последних войн. Еще первый исследователь древности Крима Кеплин в 30-х годах прошлого столетия писал, что стены на Карабе и на других перевалах главной горной гряды были созданы в период раннего Средневековья обитателями побережья для обороны своей земли от врагов, хищных кочевников, захвативших степи предгорье. Оборонительный характер этих стен неожиданно подтвердился в период Великой Отечественной войны, когда их остатки были использованы партизанами. В некоторых местах среди развалин древней стены над Суатом можно увидеть современные стрелковые ячейки, кое-как пристроенные к уцелевшим кладкам каменные гнезда. Над ними, на ветвях буковых деревьев, археологи нашли висящие, точно плоды, заржавленные гранаты, а на земле множество позеленевших гильз винтовочных патронов. Стена Ташхабах и в наши дни послужила своему прямому назначению в борьбе с иноземными захватчиками. Найденные возле стены и при зачистке ее кладок листовидные наконечники средневековых железных стрел подкрепляют мысль Кеппина о ее далеком прошлом. Пройдя над истоком Суата до подъема на гору Тырке, свернем с дороги, уходящей вниз вправо, и пойдем по скалистой горной тропе с северным склоном горы до большого благоустроенного родника с громадным деревянным чаном и корытом для водопоя скота. Оттуда мы поднимемся на Тырке и пройдем по Кваскоголю до перешейка между ней и горой Демерджи. Слева и справа глубокие скалистые овраги. Со стороны моря Хабхал с касказами Джур-Джур, давшими начало речки Онуузень, на которой стоит село Генеральское. Со стороны Четвердага Курлюк-Баш с речкой Курлюк, притоком Ангары, впадающим в нее в наиболее узком месте Ангарского ущелья. У остановки троллейбуса на шоссе Симферополь-Ялта. По перемычке между оврагами проходит дорога с Долгоруковского Нагорья, переваливающая через Тырке на Демерджи. На северной стороне Тырке, недалеке от лесного кордона Букового и пересохшего озера Хан-Лы-Гель возле горы Замана, она пересекает стену глубокую, подобную описанным выше. Вторую такую же стену мы встретим на той же дороге в ущелье между Северной и Южной Демерджи, на повороте к селу Лучистому, бывшей Демерджи. Ниже стены откроется слева грандиозный обвал над местом, где находилась ранее деревня. Дорога раздвоится внизу, подле развалин крепости и оттатков поселения с могильником X-XV веков. Левое ответвление пойдет в сторону Лучистого, правое к шоссе, спускающемуся в Алушту с Ангарского перевала. Желая попасть более коротким путем к Четвердагу, мы найдем спуск с платы Северной Демерджи прямо на перевал. К нему ведет правое ответвление дороги, сразу же за врагом Курлюк-Баш, который спускается с Яйлы к подножию крутого и высокого утеса Пахкал-Кая, он же Иван-Лысый. На его вершине, куда можно подняться по тропе, огибающей эту высоту с северо-востоком, расположено укрепление VIII-XV веков с остатками небольшой часовни и заросшими травой, едва заметными основаниями оборонительных стен. Напротив утеса в скалах Северной Демерджи есть пещера, незаметная, но просторная. К ней от подножия утеса приводит узкая крутая тропинка. В этой пещере под руководством сотрудников Института археологии и Академии наук Украинской ССР Алуштинские и Симферопольские школьники, члены Малой Академии наук, это школьное научное общество, недавно провели археологические раскопки. Пещера являлась одним из многочисленных в Крыму святилищ первобытного человека кизилкабинской культуры с VII-VI веков до н.э. Видимо, для тех же целей она использовалась людьми начала н.э. и раннего средневековья. Пещера Ман имеет два яруса, соединенных к 30-метровой вертикальной шахтой. В нижнем зале небольшой водоем, возле которого были найдены нетронутые костяки трех медведей, неизвестно как попавших в пещеру. Здесь же под отверстием колодца много разрусленных костей диких и домашних животных, черепки древней посуды. На стене слабо освещенного дневным светом верхнего зала высвечен равноконечный крест. Под ним до недавнего времени существовало вырубленное в мягком туфовом натеке примитивное рельефное извояние, подобие уродливого человеческого лица. Ниже возвышается нагромождение каменных глыб, на котором были обнаружены обломки древних лепных сосудов. Все вместе взятые можно рассматривать как жертвенное место – алтарь первобытного религиозного культа охотников и скотоводов. Пережитки этого культа сохранились среди коренных обитателей Таврики и в период раннего средневековья, так как в пещере найдены обломки амфор 8-10 столетий и датируемый ими культурный слой. От пещеры и утеса Пахкал-Кая дорога идет по узкому хребту между Демерджи и Четтердагом. На его середине – Ангарский перевал и шоссе. За постройками пансионата «Перевал» начинается трудный подъем на Четтердаг со стороны Ангар-Буруна. Ангарский перевал в период раннего средневековья был, как и все остальные, защищен длинной стеной и являлся одним из наиболее труднодоступных. Древние колесные дороги на южный берег к средневековой крепости Алушта шли не через него, а по плоту Долгоруковского горного массива и по воскогорью Демерджи, а также западные Четтердага через Кибит-Багас. Ангарский перевал тогда был пригоден лишь для вьючного транспорта. У впадения Курлюка в Ангару Кепин в 30-х годах XIX века еще видел кусок стены, перегораживавшей щели между отрогами Долгоруковского массива и Четтердагом. Позднее, в конце столетия, местный краевед, учитель Симферопольской гимназии Вашков, описал второй отрезок той же стены, привлекавшей к восточным обрывам. Теперь камень древней стены давно разобран на другие постройки, и лишь трудом удается проследить его ничтожные остатки. Четтердаг в археологическом отношении интересен своими первобытными стоянками, а также гротами в обрывах над селом Мраморное, бывшее Биюк-Янкой и других, где наведутся следами кизил-кабинской культуры с VII-VI веков до н.э. найдены остатки раннесредневековых поселений. Замечательная карстовая пещера Бинь-Башхоба, тысячеголовая, дала пока случайные находки – пряжки человеческой кости, которые наводят на предположение, что в ней находился средневековый могильник или было позднее святилище культа, связанного с человеческими жертвоприношениями. Однако четтердагские гроты и пещеры Тысячеголовая еще ожидают своих исследователей. На западную сторону Четтердага можно попасть или прямо через его вершину – Экклезий-Бурун, или по дороге вдоль западного склона через Борсучью-Поляну и кордон Суат-Кринючки, или, не поднимаясь на плата прямо с Ангарского перевала, по дороге вдоль южного склона Четтердага мимо так называемого Кутудовского водохранилища. В урочище Ат-Чакрак под Экклезий-Буруном можно проследить остатки раннесредневекового поселения. Здесь, при вспашке земли под плантацией лаванды, ниже родника были найдены целые пифосы и обломки амфор 8-10 веков. С северной поляны и выше родника Ат-Чакрак дорога на кордон Суат пересекает остатки еще одной из длинных стен, известных Кеппину. Ее продолжение через перевал Кебет-Багас по коньку к скалам Бабугана разобрано до основания. В 1947 году стена под Экклезий подверглась археологическому обследованию. Выделена структура ее кладки, близкой по некоторым строительным особенностям кладки ранних стен эски Кермена 5 век. А у проема в стене найдены обломки гончарной посуды времени около рубежа нашей эры. Остатки подобных же стен были обнаружены и на других перевалах главной гряды Крымских гор. Некоторые из этих стен были и прежде известны исследователям. Иногда они принимали самые примитивные из них за оборонительные сооружения первобытных обитателей горного Крыма. Однако более пристальное и широкое изучение открыло кое-где несомненные следы ранневизантийской строительной техники. Из этого следует, что длинные стены на перевалах, быть может появившиеся на рубеже нашей эры, позже не утратили свое значение. Они долго поддерживались раннесредневековыми обитателями южных склонов Крымских гор. Есть, однако, основания предполагать и другое. А не были ли они выставлены в период раннего средневековья с целью обороны побережья? В первой половине VI века нагнетание военной опасности со стороны кочевников степей и предгорья угрожало торговлю Византии и ее стратегическим замыслом в Северном Причерноморье. Это заставило императора Ющениана I принять серьезные меры для усиления позиций империи в Таврике, в результате чего и могли появиться укрепления горных перевалов. Продолжение следует...